Итак, друзья, продолжаем наш сегодняшний эфир, эфир бизнес-канала на Финам.ФМ. Состоит он из двух частей. Из двух частей сейчас время сухого остатка, 18.04 в Москве. Меня по-прежнему зовут Олег Дмитриев. Тема, которую сегодня мы обсуждаем в сухом остатке, звучит следующим образом. Зарубежные инвесторы возвращаются на рынок. Мы уже успели похихикать. Фраза такая достаточно интересная. На какой рынок спросил, да? Один из моих сегодняшних гостей. Ну, не на наш, к сожалению. И тем не менее, зарубежные инвесторы возвращаются на рынок. Все внимание приковано к мировым центральным банкам. Ну, для этого есть основания. О них мы сегодня и поговорим. Я представляю гостей. Сегодня в студии Гильды Саюнов. Старший аналитик Альфа-Банка. Добрый вечер, Гильды. Добрый вечер. И Олег Шагов, заместитель начальника отдела анализа макроэкономики и конъюнктуры финансовых рынков. Промсвязь банка. Добрый вечер, Олег. Добрый вечер. Вот про конъюнктуру раньше не было в твоем пресс-релизе. Было, было, да? Ну, так весомо звучит. Весомо. Уважаемые слушатели, для вас напоминалочка. Телефон в студии 6510-996, код Москвы 495 и сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Действительно, жизнь после того, как католики-христиане встретили светлое Христово Воскресенье, жизнь опять, я бы сказал, нормализовалась, а точнее, жизнь опять началась, потому что два дня практически не торговались, да, основные финансовые рынки. И жизнь эта достаточно агрессивно сейчас показывает, что, видимо, есть какие-то идеи. Одно из ключевых, на мой взгляд, сегодня событий, это, да, просто, я бы сказал, лавинообразное падение рубля против доллара. Мы видим уже там его вблизи 32-й фигуры, хотя и несколько времени назад он с трудом вращался вокруг 31 рубля за доллар. Ну, и так, чтобы от традиции не отходить, я, прежде чем мы начнем разговор с моими гостями, нарисую картину маслом. Итак, что происходит в 1806 в Москве, что происходит на основных финансовых рынках. Начнем с нашего рынка. Рынок наш выглядит сегодня печально, печально в очередной раз. Причем печаль достаточно такая серьезная, потому что индекс РТС теряет почти процент. ММВБ чуть скромнее, но понятно, да, что ММВБ рублевый, РТС долларовый, поэтому такая динамика. Далее, Европа тоже в минусе сегодня, как минимум вот FTSE 100 перед моими глазами, индикатор рынка Великобритании почти процент тоже потерял. В плюсе, вот из всего этого набора азиатский, только индикатор, а точнее японский индикатор Nikkei 225, он, как всегда, он летает там, я вам хочу сказать, да, мама не горюй. 3% он сегодня прибавил. Ну, и американцы открылись, уже полчаса не торгуются. Вяло отрицательная динамика показывает Dow Jones, минус 0,2% и S&P 500, и 0,4% в минусе оба. Вчера была попытка пробить все-таки исторический максимум, попытка пока не осуществилась, но лихабида начала, как говорят, в таких случаях. Смотрим на сырье и на Форекс. Нефть марки Brent чуть ниже 110, 109,66 за бочку. Золото пытается отскочить после вчерашнего резкого снижения в район 1560, и в моменте, значит, его котировка 1575 долларов за тройскую унцию. Индикатор валютного рынка евро-доллар уверенно выше 1,28, и так достаточно серьезно отскакивает, 28,56. И фунт, в принципе, если кому-то интересно, тоже выше 51 фигуры, держится уверенно. Набор голубых фишек сегодня в основном в отрицательной территории, причем так серьезно, смотрите. Газпром, ну, снижение небольшое, но, тем не менее, находится он у такого значимого уровня, 130 рублей за бумажку. Ну, бедный наш несчастный. ВТБ теряет сегодня почти 2%, АвтоВАЗ почти 3%, НЛМК почти 3%, Русгидро 3% с лишним, Северсталь 5% сегодня сливают активно эту бумагу. Ну, и лучший рынок сегодня 4%, 3,8 прибавляет, Сургут нефтегаз. Вот такова картина маслом, все неоднозначно. Как только начинаешь говорить о российском рынке, сразу вертится эта неприятная фраза. Все неоднозначно. А когда бывает однозначно, да, Олег, бывает разе однозначно? Ну, да ладно. Итак, давайте. Зарубежные инвесторы возвращаются на рынок. Ну, еще раз напомню, речь идет о том, что начались торги в Америке, в Европе, праздники закончились. Что эти зарубежные инвесторы, Олег, на твой взгляд, что они сейчас в моменте ощущают? Что им надо делать? Покупать, продавать, сохранять, инвестировать? Что происходит? Ну, это зависит от того, куда возвращаются инвесторы. На мой взгляд, сейчас инвесторы возвращаются на рынок акций США. Он активно берет, штурмует, показывает все новые и новые максимумы. Индекс Dow Jones вчера достиг нового исторического максимума. Обновил, да? Обновил индекс S&P вчера широкого рынка, американский. По состоянию на момент закрытия торгов также переписал свой абсолютный максимум. Поэтому те инвесторы, которые возвращаются на рынок акций США, они настроены оптимистично. Чувствуют себя неплохо. Да, впереди сезон корпоративной отчетности, который начнется с 8 апреля с отчета американского алюминиевого гиганта Alcoa. И, видимо, американские компании будут радовать и американских инвесторов увеличением своих финансовых результатов. Судя по вчерашним данным, которые выходили, объем промышленных заказов достиг рекордной отметки в Штатах. Это означает, что компании работают, зарабатывают. Жизнь идет, да? Жизнь там идет. Что касается российского рынка акций, то, наверное, те, кто возвращаются сейчас на российский рынок акций после праздников, они несколько озадачены его достаточно слабой динамикой. И тут есть к этому, безусловно, ряд предпосылок. Прежде всего, я бы отметил, отток капитала, который идет и в целом из России, по данным Центрального банка, за первый квартал неожиданно вывели аж 25 миллиардов, больше 25 миллиардов долларов. И непосредственно с российского фондового рынка. Последние данные, которые были между подфолио Фандер и Сеч, организация публиковала за последнюю неделю марта, больше 200 миллионов долларов вывели с российского фондового рынка. А если брать с начала года, то это более 700 миллионов долларов. Поэтому вот это, на мой взгляд, и является основной причиной достаточно слабой динамики российского рынка акций, которую он показывает. Плюс сюда надо еще добавить, такой фактор в последнее время обозначился, это ослабление российской валюты. Не все иностранные инвесторы готовы вкладываться в активы. Номинированные, да? Да, номинированные в рублях, потому что они боятся потерять из того, что непосредственно рубль просядет по отношению к укопляющемуся сейчас доллару США. Я понял тебя, я понял. Вот такова, да? История, связанная с российским рынком как минимум. Гилли, скажи, пожалуйста, вот динамик, ну, по крайней мере, вчера и сегодня, да, рубль здорово, здорово начал слабеть. Это с чем связано? Ведь мы, ну, опять традиционно, да, мы связываем это как минимум с динамикой рынка Форекс, там все-таки история немножко иная, да? Либо с ценами на нефть, либо... Да, ну, здесь было несколько факторов. То есть, во-первых, на прошлой неделе закончился период платы НДС страны экспортных компаний. Соответственно, спрос на рубль резко ослаб. И здесь мы увидели, что его, в принципе, отпустили свободное плавание. То есть, его немножко придерживали, но спрос на него давил вот этот самый, да? Да, да, поддерживал его. Да, поддерживал, и все. То есть, с 1 апреля мы увидели достаточно сильно ослабление. Темпы ускорились вчера, сегодня они продолжились. Это с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что экономика России достаточно сильно тормозится. Еще на слуху темпы роста ВВП российского в размере 0,1%. Да, да. Также сегодня Эльвира Набиулина, будущий глава Центробанка Российской Федерации, озвучила о том, что все-таки экономику России нужно как-то стимулировать. Ну, конечно, на наш взгляд, мы считаем, что снижение ключевой ставки, оно не сильно повлияет. Но это один из вариантов, когда ставку ключевую снижает, соответственно, получается избыток предложения валюты, и она, соответственно, дешевле. То есть, как бы на опережение некое, да? Мы сейчас видим, что народ играет на опережение. Да, мы видим некое опережение. Но в целом, конечно же, какие-то негативные ожидания по отношению к рублю, так и вообще к российскому рынку. Доминирует сейчас среди инвесторов. Если говорить о том, что они вернулись, можно так озвучить цифры, доли иностранных инвесторов в нашем. То есть, к примеру, объем оборотов на ММВБ в средний 25-30 миллиардов рублей. А вот в Пасху, когда праздновали в США в пятницу и в понедельник в Европе, эти цифры составляли 10-12 миллиардов рублей на ММВБ. Ну, сами видим, что это в 2-3 раза меньше, чем... То есть, таким образом мы можем просто долю иностранного капитала определить, да? Ну, здесь да, частично. То есть, это, по сути дела, объемы торгов, которые осуществляются частично с участием нерезидентов и иностранных инвесторов. Это больше половины, получается, да? Получается так. Существенно больше половины. Да, да, да. Кто же поддержит наш любимый, наш бедный отечественный рынок, Олег? Кто же поддержит? Иностранный инвестор, я так понимаю, его калачом сейчас сюда не загонишь, и логики в этом никакой нет для него. Ну, мне кажется, что тут все для российского рынка зависит от тех ключевых факторов, которые на нее влияют. Я уже два из них перечислил, это отношение рубля к доллару США и приток капитала, ну... Ну, все они складываются не в пользу российского рынка, пока, по крайней мере, да? Пока, в общем, да. Пока, в общем, да. Ну, ладно, не будем забывать, дальше у нас разговоры о центральных банках, продолжим через некоторое время. Итак, продолжим, продолжим наш эфир. В гостях сегодня в сухом остатке Гильды Саюнов, старший аналитик Альфа-банка, и Олег Шагов, заместитель начальника отдела анализа макроэкономики и конъюнктуры финансовых рынков промсвязь банка. Говорим мы сегодня на тему влияния политик центральных банков на текущую экономическую ситуацию, и, собственно, давайте к этому и перейдем. Значит, разговор следующий я предлагаю построить в призме того, что в четверг, как минимум, да, мы ждем заседание ЕЦБ по ставке, ну, Банк Англии можно упомянуть, наверное, и то, что вчера состоялось заседание Банка России по этому же поводу. Результат нам уже известен, а давайте начнем сначала с Европы все же. А там результаты неизвестны пока, ну и ожидания, в принципе, более-менее понятные, да, Олег? Ну, мои ожидания такие, что ничего существенного Банк Англии не скажет, все оставит так, как есть, и, видимо, так же поступит и Европейский Центробанк, оставит ставки на прежнем уровне, и вновь скажет, что ситуация в экономике не очень хорошая, неопределенная, существуют риски. Возможно, что-то они скажут про кипрский кризис, как-то... Ну, вполне логично, да, потому что последние две недели мы с вами только и делаем, что обсуждаем, ну, я-то точно, ну, я думаю, что вы наверняка тоже, да, только и делаем, что обсуждаем проблемы на Кипре, хотя я напомню, до, ну, как минимум, вот, в конце прошлого года и до начала всей этой истории с Кипром мы знали, да, что Кипру нужна помощь, вот, может ли это, там, каким-то кризисным явлением, да, политическим или экономическим привести, все говорили наперебой, что, ну, что такое Кипр, там, да, две десятых процента ВВП еврозоны дадут им денег, куда они денутся, а вон что оказалось-то, боже мой, вот так. Потому что наверняка, да, господин Драгин что-то по этому поводу скажет. Наверняка, я думаю, скажет, но в то же время больше всех испугало на Кипре способ решения проблем, вот так взяли людей и... И кинули. Ну, я бы не стал употреблять такое слово. Нет, хорошо, извини, все, забрал я обратно его. И что сделали? И немножко обложили налогом их депозиты. Немножко обложили... Не нравится дипломат Олег Шагов. Немножко обложили налогом. Как бы ты назвал, Гильдия, забавно это звучит. Как бы ты назвал шаг, который предприняли власти Кипра совместно с властями Евросоюза? Ну, как они заявляют, это реструктуризация банковской системы. Да, это нормально. Ну, со стороны, конечно, это выглядит достаточно так. Плохо, но застрахованные вклады они спасли, не застрахованные они ничего не гарантируют. Ну, собственно, в этого есть логика, да? Ты же не хотел страховать свой вклад, вот видишь, случилось нечто. Ну, точнее, у тебя слишком много денег, чтобы они попадали под страховку. Да, чтобы я смог их застраховать, да? Ну, а так, да, конечно, здесь рынок, в принципе, от Драги ничего не ждет. Но в целом, конечно, возможно, от Драги будут ждать каких-то прояснений по поводу различных программ экстренной помощи. В частности, там, программы выкупа госдолга для того, чтобы сбивать ставки на рынки облигаций для привлечения новых займов. То есть сейчас речь не идет о том, да, как будет ЕЦБ стимулировать развитие экономики, да, экономический рост. А речь идет о том, как он дырки затыкать будет. Да, здесь, как бы, в первую очередь, конечно, там, тонущее судно нужно дырки затыкнуть, а потом уже думать о том, куда оно поплывет. Может быть, да, если оно, в конечном итоге, на плаву удержится, да, будем думать. Я где-то, по-моему, вчера прочел в зарубежном каком-то издании, не помню, к сожалению, и фраза мне понравилась. Фраза понравилась, ну, как раз про европейский кризис, о Кипре там поговорили, да, и фраза замечательная, название точнее, да, мне очень понравилось. Европа таки распадется. Через многоточие причем. Европа таки распадется. Ну, наверняка, может быть, это так случится, в любом случае, это, наверное, да, дело не ближайшего времени. Ну, вполне возможно, нельзя исключать такого. Она то распадается, то собирается, это такой процесс. Может быть, они придут к такому устройству, что будут первые страны, вторые страны. Страны первого уровня, да, страны второго уровня. Как, знаете, в футболе там есть первая лига, вторая лига, будут там какие-то встречи, как они называются, переходные, разыгрывать. Понятно. Хорошо, ладно, значит, с ЕЦБ более-менее понятно. Давайте вернемся в родные пенаты. Итак, ну, в этом случае, наверное, да, мы не строим прогнозы, а прокомментировать уже сложившиеся, да, случившиеся события, наверное, будет проще. Итак, вчера составил заседание Центрального банка Российской Федерации, на котором ставка реферансирования, ну, и основные ключевые ставки были оставлены на прежнем уровне. Изменились некие вторичные, да, там какие-то параметры. Вот, Олег, на твой взгляд, да, что можно говорить о политике Центробанка, ну, и так далее. На мой взгляд, своим решением российский Центробанк показал, что он склоняется к тому, чтобы в дальнейшем смягчать свою монетарную политику, но будет смотреть на внешние макроэкономические условия, прежде всего на инфляцию, которая пока, к сожалению, не дает делать более решительные шаги по снижению процентных ставок. Хотя, вот, последние данные буквально сегодня, которые выходили, они говорят, что инфляция уже нулевая, то есть она замедляется. В этом плане, поскольку Центробанк скорее смотрит не на то, какая была инфляция, а какая будет инфляция, вполне возможно, что уже на следующем заседании, которое состоится в первой половине мая, российский Центробанк может снизить и ключевые свои ставки на 25 боесных пунктов. Вот, и это, собственно говоря, эти ожидания и вызвали такое ослабление рубля, привели к тому, что, в общем, всегда снижение процентных ставок, оно приводит к ослаблению национальной валюты, и мы видим вот реакцию того, что рубль сейчас постепенно приближается к тому среднему уровню, который был озвучен в прогнозе Минэкономики. Где-то 32,4, если мне изменяет память. Поэтому тут тоже нет как бы ничего страшного, все пока находится приблизительно в тех рамках макроэкономических показателей, которые были, за исключением, пожалуй, роста ВВП, который, к сожалению, пока не дотягивает до прогнозных показателей. И здесь ослабление рубля тоже может несколько оживить российскую экономику и таким образом подтолкнуть к росту. Ну, если даже вот предположить, ну, в любом случае, да, и ослабление, точнее, снижение процентных ставок и некое ослабление монетарной политики на это направлено, да, то есть нужно как-то дать толчок к экономическому росту. О какой перспективе временной гильдии, как ты считаешь, можно будет говорить, если на следующем заседании снизится ставка рефинансирование, если инфляционные показатели будут достаточно низкими, ну, как вот в динамике последних нескольких месяцев? О какой временной перспективе? То есть к концу года, условно говоря, там ВВП наш вырастет на полтора-два процента. Как ты считаешь? Ну, я думаю, что вот здесь такая ключевая вещь, цифра, это все-таки ВВП за март. И я думаю, что на следующем заседании для Центробанка это будет такая очень значимая цифра, относительно которой они будут принимать решение уже по итогам первого квартала. И посмотрим, экономика как-то восстановилась, или это был какой-то сезонный провал в феврале, или это уже такая динамика, которую нужно как-то предотвращать. Но вот с учетом того, что в принципе они вчера ставку не понизили, это говорит о том, что ситуация все-таки не такая плохая, как кажется. Если бы они понизили, то сразу можно было бы сказать, что все очень плохо. Все озадачены, да? Все плохо, гипс снимают, клиент уезжает. Да, вот все очень плохо, и там нет уже каких-то ожиданий или возможностей для вам маневра. Вот как они не понизили их основную ставку, то можно говорить, что еще не все так плохо, но работать все равно и думать над тем, с одной стороны, достаточно большим инфляционным давлением, с другой стороны, с тем, что наша экономика достаточно сильно тормозит до неприемлемых уровней, то здесь нужно все-таки что-то делать. Я понял. Что-то делать, хороший вопрос, да, традиционный? Ну, здесь можно предложить, скажем, несколько поумерить пыл естественным монополиям в плане повышения тарифов. То есть я не исключаю, что какие-то шаги по снижению инфляции могут быть с стороны правительства. То есть вот мы ожидаем, да, как раз ближе ко второму кварталу, по-моему, там запланировано летом, да, как раз очередное повышение тарифов ЖКХ, например. Я думаю, что могут либо уменьшить планку, либо отложить на какое-то время для того, чтобы дать возможность инфляции оставаться низкой. По моим оценкам, где-то половина нашей текущей инфляции, это вот как раз рост тех тарифов, которые проводятся. Поэтому если бы, скажем, ввели мониторторий на повышение тарифов из тех монополий на год или на два, да, то это существенно бы помогло снижению инфляции. И в этом случае Центробанк тоже мог бы вслед за этим снижать процентные ставки где-то там уже более существенными значениями. Потому что базовая процентная ставка Центробанка, она когда доходит до конечного потребителя через банк, то она возрастает, по сути дела. На те же самые, да? Ну, значительно. И поэтому здесь появляется такой мультипликатор, соответственно, если бы Центробанк снизил свою ставку. Не на 0,25, да, а на процент. Да, на процент, да. То для конечного потребителя это было бы ощутимо. То есть это может быть там 2%, может быть, 3% в итоге. Я вот по поводу моратория на рост тарифов естественных монополий. Вообще это реально? У нас прецедент, кстати, был в российской экономике. Все-таки у нас администрация. Ну, был. Был, да, перед выборами. Перед выборами. То есть такой популистский шаг все-таки, да? Был такой шаг, и мы на какое-то время замораживали рост тарифов. Не исключаю, что это может еще раз повториться. В случае, если ситуация будет того требовать, я думаю, российские власти могут пойти на такой шаг. Но это все-таки не совсем рыночный рычаг, да, Гиды? Ну, зато рынок на это очень хорошо реагирует. Достаточно посмотреть на наш электроэнергетический сектор. Да, да, да. Которые сливают уже, да, не в первый день. Я так понимаю, на ожидании именно этого? Ну, только за последние, получается, полтора месяца многие бумаги подешевели где-то там от 15 до 30%. До 30%, да. То есть речь идет не о том, что, да, электроэнергетика в принципе, она неустроенно себя чувствует, да, и именно поэтому никто всерьез не воспринимает ее в качестве инвестиций, а еще есть вот напережение опять, да? Ну, мне кажется, там есть еще один фактор, это корпоративное управление в электроэнергетике, при Чевоязыцах, там такие скандалы, что инвесторы просто уходят не потому, что там тарифы сжимают, а потому что то, что они умеют... То, что там творят. То, что творят, они просто не хотят участвовать в таких компаниях своим капиталом, вот и все. Мне кажется, здесь больше корпоративного управления, нежели тарифная политика. Это логично, это логично. Я понял, хорошо, хорошо, тогда давайте, значит, делаем следующее, да, время, к сожалению, у нас поджимает. Мы сейчас слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим наш разговор, и есть замечательные вопросы, ответим на них. Итак, продолжим, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ, меня зовут Олег Дмитриев. Напомню, в гостях сегодня Гильды Союнов, старший аналитик Альфа-Банка, и Олег Шагов, заместитель начальника отдела анализа макроэкономики и конъюнктуры финансовых рынков, промсвязь банка. Мы говорим о том, как, собственно, строят свою монетарную политику ведущие Центральные банки мира, и в частности, о Центральном банке Российской Федерации. Ничего, что я так его в ведущие Центральные банки мира записал? Нет, один из ведущих. Конечно. Это нормально, ну и приятно, как минимум. Если позволите, то следующий наш разговор мы выстроим вокруг вопроса, который нам прислал наш слушатель Алексей. Вопросы такие достаточно солидные, серьезные, и, по крайней мере, обсуждать их, мне кажется, будет интересно. Итак, первая часть, две части вопроса. Первая часть вопроса звучит в следующем образом. Как, на ваш взгляд, ну, вопрос вам прежде всего, да, уважаемые коллеги, как, на ваш взгляд, рынок оценивает назначение Набибулиной на пост главы Центрального банка Российской Федерации? И вторая часть этого вопроса. Какие проблемы и цели стоят перед ней, Ельды? Ну, во-первых, как рынок, ну, давай, рынок или экономика, да, или там, неважно, как это назвать, как вообще оценивается назначение? Ну, все-таки назначение, оно произошло там не вчера. В целом, какая-то была реакция нейтральная. Изначально думалось о том, что ЦБ потеряет свою независимость. В дальнейшем эти... Независимость потеряет, учитывая то, что госпожа Набиулина, она, так сказать, да, член команды администрации президента, да? Да, были такие опасения. Сейчас они, в принципе, сошли на второй план. Ну, какие задачи? Задачи достаточно стандартные, которые остаются. То есть это, с одной стороны, сдерживать инфляцию, с другой стороны, как-то стимулировать экономику на дальнейший рост. Мне кажется, второе для нее будет на текущий момент более приоритетная задача. Потому что предыдущий глава, ну, он формально-то до сих пор, да, сейчас у руля стоит? Да, формально он стоит, но я бы еще добавил задачу того, что меняется функция ЦБ в нынешних условиях. Он теперь становится еще в перспективе мегарегулятором, поэтому тут будет расширение определенной полномочий. И это тоже серьезный вопрос. Предстоит отстроить вот систему этого... Как он справится, да, с этой функцией? Мегарегулирование. Мегарегулирование, да. Слово-то какое? Мегарегулирование. То есть регулирование всего. Мега-мегарегулирование всего. Кстати, на твой взгляд, да, позитив это или все-таки негатив на значение на библиотеке? Да, я считаю, что позитив. Позитив, да? Позитив. Я понял. Ну и второй вопрос, точнее, да, вторая часть. Значит, Алексей пишет следующее, еще раз я прочитаю. Опыт США показал, эксплуатационная монетарная политика, ну, КУЕ-3 не оживила рынки. Кстати, я вот, если позволите, да, все-таки поправлю Алексея. Рынки-то как раз КУЕ-3 оживила, она не оживила экономику. На американский рынок. Конечно, конечно. Все деньги ушли на фондовый рынок. Именно, да, на фондовый рынок. Все деньги ушли в спекулятивные операции. А ожидалось, что они пойдут для того, чтобы, да, реальный сектор поднимать. Все-таки вот здесь, наверное, надо поправить. Ну, здесь и реальный сектор, в общем, тоже неплохо себя чувствует, с учетом того, что в Штатах начался секвестр бюджета. Если бы его не было, наверное, были бы темпы роста повыше. Но, тем не менее, и все-таки я думаю, что наш слушатель не совсем прав говорит, что КУЕ не оказало никакого влияния. Оказало? Ну, он пишет, не так, как хотелось. Ну, наверное, это так. Ну, я, конечно, не согласился с тем, с заявлением, что оно не оживило. Программа, именно третья программа количественного смягчения, была рассчитана на выкоп ипотечных закладных и такого рода инструментов, которые преследовали в первую очередь оживление рынка недвижимости. И это случилось? Я скажу, что пациент не то, что болен или мертв, он прыгает, бегает, скачет. Ты сейчас о ценах на недвижимость? Ну, то есть там просто начинается опять ипотечный бум. Ну, ты что, серьезно? Сейчас в Штатах ипотечный бум опять начинается? Да. Вау. То есть там активно набираются опять консультанты для привлечения ипотечных кредитов. Цены на дома подскочили. То есть я считаю, что там все очень классно, достаточно очень оперативно. Рынок на это отреагировал. И, на мой взгляд, третья программа как раз была очень эффективной. Здорово, здорово. Ну, буквально вчера выходили данные по рынку недвижимости, объемы строительства. В общем, они где-то с темпом там почти 8% за год растут. Здорово, здорово. Ну вот, видите. То есть задачу, да, которую ставили перед собой власти, все-таки решается задача. Ну и тем не менее, да, вот вторая часть этого вопроса звучит так. По вашему мнению, какие новые рычаги управления могут появиться в деятельности центральных банков? Ну, если предположить, что эти неэффективны там на каком-то отрезке времени. Какие новые рычаги управления? Ну, вот на мой взгляд, сейчас задача перед ФРС, она не стоит, чтобы стимулировать экономику. У них сейчас задача, когда прекратить меры стимулирования, чтобы в дальнейшем ужесточить монетарную политику для предотвращения роста инфляции. Вот стоит только вопрос, только так. То есть это была, в принципе, основной причиной снижения рынков товарных, золота с середины февраля, когда впервые в протоколе ФРС было сказано о том, что они могут предпринять или свернуть, или уменьшить. То есть уже свет в конце тоннеля появился у них уже, да? Раньше не было, да, ни по срокам, ни по ценам, так сказать, да? Да, а здесь вот он появился, и это резко испугало, в принципе, в основном товарные рынки. Но вот при текущих темпах снижения безработицы, роста рынка недвижимости, я считаю, что ФРС вовсе не надо делать какие-то новые рычаги или перегревать, можно сказать, экономику. То есть все это работает, все это работает. Олег, согласен, не нужно ничего изобретать в велосипед? Нет, это, я думаю, что будут меняться инструменты Федеральной резервной системы и других центробанков, в зависимости от того, как будет меняться конъюнктура. Если говорить о ближайшей перспективе, то, видимо, ФРС будет предлагать какие-то программы сворачивания постепенного к Е3. Они могут быть и пассивные, то есть она будет просто гасить те покупленные облигации и больше, в общем... И на рынок больше не пускать. Не пускать эти деньги. Вот это весьма мягкий способ выхода из КОЕ длительный. И, наверное, он будет использоваться. Абсорбируется когда, в таких случаях, абсорбируется денежная масса? Ну, постепенно, да, просто будет пассивно гасить приобретенный инструмент, растянется на долгие годы и, в общем, таким образом обеспечит достаточно мягкий выход. Но пока они гарантируют сохранение текущего уровня ставки, поддерживающего режим экономики, ну, наверное, год или два. То есть еще продержится, да, вот это вот? До 15-го года. До 15-го, как минимум. Кстати, вот Гильдей упомянул, да, что Федрезерв с проблемой инфляции смотрит еще на рынок труда, естественно, пристально, да, в приоритете. Уже многие годы это проблема роста безработицы, да, и сокращения безработицы. И не далее, как в эту пятницу, у нас ключевой будет статистика по рынку труда Соединенных Штатов Америки. Да, новые рабочие места вне сельскохозяйстве и уровень безработицы. Вот ожидаются, да, вновь, так сказать, ну, большой прирост рабочих мест и сокращение, там, на 0,10, по-моему, я смотрел в календаре, безработицы. Вот если так все пойдет и дальше, то это... Ну, пока все движется в этом направлении. Сегодня, кстати, выходили данные от ADP. Да, там они чуть хуже ожидания. Чуть-чуть хуже, поэтому может быть чуть-чуть хуже ожидания и в пятницу данные. Но в целом тренд пока на снижение уровня безработицы, на улучшение ситуации на американском рынке труда. Но тут нужно иметь в виду, что все-таки меры относительно секвестра бюджета, они могут оказать негативное влияние. И поэтому оказаться чуть хуже ожиданий из-за того, что все-таки... То есть сейчас уже, да, статистика пойдет именно та, которая, так сказать, появилась после того, как случился секвестра. После секвестра. И в перспективе там может быть некоторое ухудшение. Но я опять же думаю, что оно будет каким-то умеренным... Локальным, локальным. Да. Безработица почему интересуется? Потому что это один из ключевых индикаторов, который показывает состояние экономики. Если люди не могут себе найти работу, как это в Европе видно, там в Испании, безработица за 25%, то, соответственно, понятно, что экономика находится в кризисе, а если экономика находится в кризисе, значит, компании затрудняются получать прибыль, нет спроса со стороны конечного потребителя. Поэтому и фондовый рынок тоже идет вниз. Вниз. Но мы видим, что пока американский фондовый рынок вниз идти. Не собирается. Не собирается. И поэтому из этого тоже можно сделать вывод, как некоторая опережающая индикация, что перспектива у них пока выглядит достаточно. То есть они как минимум сами, да, уверены в дальнейшем? Уверены себя чувствуют, да. Да, в дальнейшем росте. Кстати, я по поводу безработицы. Ты говоришь, да, вот безработица растет, как в некоторых, да, и рынки падают, как в некоторых. Я вспомнил, в некоторых вот этих, это российский рынок, российская федерация, и рынок падает, а безработица у нас на приемлемом уровне. Как минимум, если пользоваться официальной статистикой. Ну, официальная статистика, да, но в то же время зачастую трудно сказать, чем занимаются эти люди занятые, да. Читали сегодня, да? Читали выступление сегодня, да? Да. Ну, как сказать, у нас экономика еще развивающаяся, она не полностью рыночная, поэтому тут могут быть некоторые отклонения вот относительно такого идеального механизма. Отклони допустимые в пределах нормы, да, вот определенные нормы. Вот у нас такая история. Гильдей, вот на твой взгляд, официальная безработица наша сильно отличается от неофициальной? Ну, этого никто не может сказать, но в любом случае в России есть такое явление, что если человек теряет работу, он сразу на биржу труда не встает. И поэтому он не попадает в статистику, и это не отображает каких-либо там действительных данных, которые происходят у нас в экономике. Ну, то, что в Штатах тоже, опять, да, в качестве примера, ну, что ж греха таить, там, считать любят, умеют и все делают хорошо. Там есть еженедельная статистика, да, по новым, пардон, по обращению за пособием по безработице. Вот она, да, она официально, ей верить можно, потому что там любой, кто лишился работы, сразу же идет на биржу труда, получает деньги, записывают его там. Ну, то есть там этот процесс отлажен десятилетиями или там, может быть, и столетиями, столетиями. Мы еще пока вот к такому не пришли, то есть у нас люди не бегут сразу говорить о том, что они безработные, и, может быть, даже и не совсем как-то безработные. То есть у нас такая большая пограничная сфера между... Между безработами и человеком, имеющим работу, да. Потому что тут можно говорить о наличии какого-то теневой экономики, в которой человек может принимать участие, получать... Серый, да, серый, получать зарплату в пакетах, в конвертах. То есть все это звенья одной цепи. Все это звенья одной цепи. Так, хорошо, значит, у нас осталось полтора минутки до следующего перерыва. Ответили мы на вопрос по поводу назначения и госпожи Набиулиной, по поводу целей задач, которые перед ней стоят, ну и по поводу КУЕ-3. Все-таки КУЕ-3, благоприятно сказал. Кстати, забавно, смотрите, ну, будем считать, да, что придумали, ну, может, не придумали. По крайней мере, первые осуществили программу коллектива включения американцы, да, Федорезе. Потом по их пути пошли, да, и европейцы, и британцы, и японцы, ну, и... И россияне скоро пойдут, да. А результат не такой все-таки, Олег, почему? С чем связано? Не такой эффективный, я имею в виду. Ну, почему, вот, если посмотреть на, как бы у нас нет, с чем сравнивать, а что было бы, если бы этого не было, да. Ну, это понятно, но, тем не менее, вот, смотри, КУЕ-3 американцы объявили, и вот, там, через некоторое время мы видим такую динамику экономического развития. А этот сам ЕЦБ объявил подобную, да, похожую программу, а там все у них иначе. Ну, здесь проблема заключается в том, что в США есть единый Центробанк, который достаточно хорошо регулирует систему. В Европе это все-таки достаточно очень молодое государство, которое, там, достигает совершеннолетия, и ему до этих процессов далеко. И рычаги у них несколько другие. Хорошо, значит, итак, еще раз новости на Финам.ФМ, и потом продолжим. Итак, мы продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Осталось 12 минуточек последних, поэтому у нас хватит время только, ну, некие перспективы ближайшие нарисовать, наверное. Вполне логично сделать это следующим образом. Значит, сегодня 3 апреля, третий день нового второго квартала. И если говорить о том, что в течение этого квартала ожидаются какие-то значимые события, и с точки зрения макроэкономики, и внутри локально Российской Федерации, то мы можем эти события, да, используя, так сказать, ожидания этих событий, определить некие перспективы развития, ну, глобального мира и экономики Российской Федерации в целом. Ну, экономики и рынка все же, да, я настаиваю, хотя понятно, что, да, при таких объемах, да, как вот Гильдин называл эти цифры, называть рынок Фондовой Российской Федерации рынком в полноценном смысле слова все-таки не приходится. Интерес инвесторов, к сожалению, да, падает, 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 переключается на другие инструменты, на другие площадки, что тоже логично на самом деле, потому что, ну, кто такой инвестор? Инвестор это человек, который хочет заработать. Если в этом месте у него этого не получается заработать, он идет в другое место. И призывать, да, или там хулить его за это, да, и призывать его к сознательности или говорить еще, не дай бог, тоже забавно я слышу, вы же патриот, вы же патриот, оставайтесь с нами, да, Газпром валится, он уже, покупайте Газпром, вы же, ну, это смешно на самом деле, это смешно. Так вот, давайте поговорим о перспективах, ну, извините, прервусь, я на секунду, у нас есть звонок, давайте послушаем его, а потом будем разговаривать. Владимир, добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Да, добрый вечер. Добрый. Я вот по предыдущей 12 минутке там хотел спросить, ну, вот то, что, почему Куе там в Европе не так сильно отражается, как в Америке. Ну, вот Америка куечила уже давно, в то время как Европа, допустим, решила, в общем, умудрялся ставку поднимать, в то время как Куе в Америке уже полным ходом, как бы, шло вперед. И здесь сейчас в Европе, то есть, как ваше мнение, что в Европе то же самое все будет, да, Куе запустили, да, то, что родственного органа, как в РЭС, что у них разные банки, что все равно придут к тому, что и напечатать столько, сколько нужно, и так же, как и в Америке произойдет вот так вот, или чем-то катанием какой-то рост, да. То есть, для этого просто больше времени потребуется, да? Больше времени, да, и то, что они позже начали, и вот еще такой фактор, вот вот безработица, да, в Европе, там, Испания, допустим, 25 до сих пор, она давно 25, и особо никто уже не реагирует на это, и еще вот, там, полгода назад или год у вас в студии говорили, что, там, в Испании, допустим, полно теневых людей работают, реально. Да, да, ну, никто в этом не знает, да. Да, у них 700 или там сколько евро, да, они получают, что бы их не получать и работать там в лавках у ремесленников, как говорится, за темненькие деньги, и работодателю хорошо, и работник вроде не это, не вытягивайте себя жилы. Ну, а только что Греция, да, ну, прецедент такой один. Кипр вообще, по-моему, не тот прецедент. Просто взяли и, как говорится, закрыли воткую компанию в стране, да. Вот как ваше мнение, что Европа там же придет, ну, а мы уже потом подтянемся. Подтянемся, конечно. Если тоже куде будем делать, то нам подтянемся. Спасибо, Владимир, за вопрос, спасибо огромное. Ну, вот мнение Владимира, что, собственно, да, монетарная политика в конечном итоге похожая, наверное, да, и проблема, разница, да, ее реализация только в том, что американцы раньше начали, европейцы позже. Олег, как? Ну, я думаю, что здесь нужно еще принимать во внимание то, что Европа это все-таки ряд разных, независимых государств. И там может не быть единого согласия в отношении каких-то вопросов. Взять ту же Италию, там разворачивается политический кризис. Они не могут создать правительство в стране уже месяц после выборов. Президент страны принимает экстренные меры, поручает там в течение 10 дней сформировать какой-то комбинет. Ну, и полновочия самого президента истекает там чуть ли не в середине мая. То есть вопрос... Что будет дальше? Да, вот если понятно, что в Америке, например, все это регулируется властями... То есть вертикальника есть там, да, есть Федрезент, есть региональные банки, правильно? И, соответственно, задача поставлена, задача решается, все. Да, то есть здесь, может быть, просто некому это все делать. Ну, я бы хотел добавить, что, в принципе, они к этому идут. То есть у них вот этот банковский союз, они только к этому приходят. После создания вот этого Бэнгинг Юнион, как они выражаются, может быть, после этого они придут к более-менее эффективному управлению. Но Европа слишком политически многогранна. Именно политически? Да, то есть в США представить, что портрет с пририсованными усами Гитлера, портрет Обамы или Бернанки сжигают перед Белым домом, это просто... Я это не могу представить. Это связано с чем? Подожди. Это связано с тем, что американец, он патриот, прежде всего, он каждое утро... Мы в кино это видим, да? Нет, нет. Флаг поднимает американец. Нет, просто там есть действительно вертикальная структура, которая... Мы поддерживаемся действий либо ФРС, либо президента, либо различных программ, принятых, законодательных актов, принятых Сенатом и так далее. В Европе это не так. Мы можем каждый день видеть, как сжигает портрет Меркель в Кипре или на Греции. Это совершенно стандартно. И, на мой взгляд, до понимания того, что Европа — это единое государство, именно на уровне бытовом среди людей, которые будут понимать, для чего реформы, какая их цель, и что те неудобства, которые они испытывают на текущий момент... Это результат как раз. Это результат действий, чтобы не было еще хуже. И, на мой взгляд, пройдет очень много времени, чтобы эффективно все механизмы в Европе работали. И достаточно быстро. То есть именно... Сейчас речь, наверное, прежде всего идет то, о чем Гильдер рассказывает сейчас. О ментальности некой, о ментальном сознании. Если американец, понятно, согласен, не согласен, но у него где-то подкорки. Он говорит, я в Америке живу, ну да, это мой президент. Я, может быть, его и не выбирал, я выбирал другого, но большинство выбрало его. А здесь, безусловно, вот это какое-то политическое объединение в некий Евросоюз. Каждая государство живет отдельно, потому что мы греки, а мы итальянцы, а мы испанцы, а мы французы, а мы немцы. И мы одно и то же действительно воспринимаем по-разному. Да даже там можно добавить то, что банально. Даже не то, что там государство между государствами, а регионы определенного государства на экономических трениях выступают друг против друга. Банально это сепаратизм, рост сепаратизм в Испании. В Испании, да. То есть там иберийцы хотят отделиться от Мадрида. Ну, то есть это достаточно так все разрозненно, и это нужно все... То есть Европа не готова, не готова, не выросли они еще, видимо, да, рано все это началось, рано этот процесс. Хотя понятно, что инициировался он Германии, Германия решала свои экономические задачи, да, и во многом их решила. Подростковый период. Подростковый, да, да. Болезнь роста, да, как классики говорили в таком случае, я с тобой согласен. Ну, и в этом смысле Еврозона тоже, как и некоторая организация, союз некоторых стран, он тоже может претерпеть изменения. Тот же самый Кипр, он поборется, поборется, и в конце концов... Ну, кстати, последний кризис сказал о том, что, ну, я не знаю уж, как, да, сами киприоты, и уж тем более, точнее не так, я не знаю, как правительство Кипра, и уж тем более сами киприоты к этому относятся, наверное, они бы и не прочь были бы. Но, тем не менее, во-первых, это было разменной картой, да, то есть в какой-то момент президент или премьер-министр, да, он там ультиматум ставил Евросоюз, говорит, ах так, а мы сейчас как выйдем, он, и все. Но, в конечном-то итоге, Евросоюз удержал Кипр в пределах Евросоюза. Ну, тем не менее, были введены ограничения на движение капитала, в той же самой Еврозоне, впервые. Я с трудом себя представляю, чтобы какие-то ограничения были введены в Соединенных Штатах Америки. Согласен. И это тоже прецедент. Я понял. Да. Хорошо, хорошо, значит, мы поговорили об этом, ответили на вопрос Владимира, ну, времени совсем немного, давайте о втором квартале все-таки, да. Итак, основные события с макроэкономической точки зрения, с точки зрения Российской Федерации, что нас ждет во втором квартале, ну, и некие тенденции, может быть, если вы можете их определить в ближайшей, вот, трехмесячной перспективе. Олег. Ну, я бы сразу начал с сезона корпоративной отчетности в Америке, который стартует с отчета Алко 8 апреля. Вот, безусловно, инвесторы будут обращать внимание на то, как работают американские компании, как они живут, как они зарабатывают деньги. И в российской интерпретации это сезон дивидендных отсечек, который тоже начинается в апреле, по-моему, Сбербанк 11 апреля закрывает реестр к собранию акционеров. Соответственно, вот вокруг этих событий и будет разворачиваться основная игра на фондовом рынке. То есть, кто как отчитался, кто какие дивиденды огласит. Интересная, на мой взгляд, ситуация вокруг норильского никеля, потому что там он обещал заплатить достаточно высокие дивиденды. Справится ли он с обещаниями? Он обещал опубликовать отчетность в апреле, обещал опубликовать ориентиры по дивидендам в апреле. Дивиденды могут быть большие. Кстати, вот последние новости были, компания погасила часть своих казначейских акций. Это, соответственно, повышает ожидаемый размер дивидендов, поскольку вряд ли дивиденды будут начисляться на погашаемые акции. То есть, вот достаточно много всяких таких корпоративных событий. То есть, если какое-то макроэкономическое напряжение, оно, наверное, будет уходить и спадать после кипрского кризиса, и фокус внимания будет переключаться на корпоративные события. Ну да, на реальные уже, на какие-то реальные конкретные события. Гильдид, на твой взгляд, что интересно будет в втором квартале? Ну, для меня, допустим, недавняя совершенно новость, что Сургут впервые за 11 лет будет по МСФО отчитываться. Ну, на мой взгляд, это достаточно хорошая для компании новость. Ну и, в принципе, для рынка, наверное. Ну, для рынка, да. Если ведущие такие, что называется, глыбы будут переходить уже на международные стандарты. Ну, он, собственно говоря, сегодня и рос, по-моему. Позитий на этой же идее, да? Да, он рос, и он сегодня здорово прибавил. Соответственно, ну, после мая, конечно, после отсечника будет традиционное затишье. В целом, я думаю, что, опять же, мы будем ориентироваться на курс рубля, на политику нашего Центробанка. Ну, так, конечно, я думаю, что основная игра будет только в определенных фишках. И здесь мы будем видеть только определенные идеи. То есть, в целом, рынок все-таки еще не оживет во втором квартале, скорее всего? Да, я думаю, что нет. Возможно, это будет все перемешиваться и пережевываться, что произошло на Кипре, как это в итоге отразилось на нашей банке, как вообще пережила этот стресс банковская система. То есть, ограничения на движение капиталов, они сейчас, ну, как бы заявлены, да, там, несколько недель, по-моему, они говорят. Не исключено, что это расширит это, да, действие там уже на месяцы. Ну, они еще даже до сих пор не определились, сколько они в итоге и как будут списывать деньги со счетом больше 100 тысяч евро. То есть, здесь тоже неопределенность. Вопрос подвешенный, да. Там могут начаться скандалы, судебные процессы. Запросто, запросто. Тем более, прецедент уже есть, да, о китайце сегодня рассказал. Прецедент уже есть. Я понял. Спасибо огромное. Мы заканчиваем наш эфир. Я представлю моих гостей. Сегодня в студии были Гильдия Саюнов, старший аналитик Альфа-Банка и Олег Шагов, заместитель начальника отдела анализа микроэкономики и конъюнктуры финансовых рынков, Промсвязьбанк. Уважаемые слушатели, жизнь продолжается. Я еще раз вам каждый раз напоминаю, каждый день в это время мы встречаемся, обсужаем текущую ситуацию. Дай бог, чтобы это было долго. Всего хорошего, успехов на рынке. До свидания.